Лещара. Тяжелый. Прямо в точку. Сегодня такая погода непонятная. Весь день то солнце светит, то дождь льет. Там тоже вон вдалеке что-то громыхает, но мы решили рискнуть, все-таки вырваться на рыбалку. После работы приехали. Сейчас вечерок и завтра утром посидим. Дождик вон на воде мелкий накрапывает, но я надеюсь, что распогодится. Жабы напротив крякают. Ладно, наверное, сначала поставим палатку. О, слышали? Какой гром. Сейчас поставим палатку сначала, чтобы туда все убрать, чтобы если начнется дождь, можно было спрятаться. А потом уже будем раскладывать снасти. Красотища. Я надеюсь, эти жабы не будут всю ночь там квакать, крякать и дадут нам поспать. Хотя какой спать, да? Надо рыбу будет ловить. Надеюсь, классно сегодня отдохнем и порыбачим. Мы успели поставить палатку. Комары сожрали. Всегда приходят на помощь. На улице уже по-настоящему тепло. Это значит, что сезон частых ночевок на природе открыт. Заказала себе на Вайлдбери суперполезную штуку. Это компактный легкий насос. Гигапамп от бренда Аэрогоу-гоу. Больше никому не придется работать ртом и качать матрасы. Давайте вместе распакуем. Кстати, на маркетплейсах он дешевле, чем на Алиэкспресс. Так, вот сам малыш. И вот такая комплектация. Здесь инструкция на русском языке. Гарантия на него 2 года. Куча насадок в комплекте. Кабель Type-C. Его можно завержать от павербанка. Вот этой, наверное, накачаем подушку. А вот этим, либо вот этим матрас. Давайте сразу проверим его в деле. Двойное нажатие это турборежим. А потом еще один раз нажать, и он будет дуть медленнее. И выключаем. Попробуем накачать. А когда придет время собираться домой, просто выкачаем воздух. У насоса эта функция тоже имеется. Все мы знаем, как долго и муторно выкачивать, выдавливать воздух. А потом все это с трудом влазит в чехол. Поэтому, я думаю, этот малыш завтра при сборах с этим тоже справится. Давайте теперь поменяем насадку и надуем подушку. Ну вот как-то так получилось. Здесь также есть встроенный фонарик с тремя режимами работы и удобное крепление на корпусе. С удовольствием будем пользоваться. Легкий, компактный и надует, и сдует, раздует костер, угли, фонарик и просто классный подарок для себя и друзей. Ссылочку оставляю для вас в описании. Лагерь готов. Переодеваемся в сапожки и идем рыбачить. Так пахнет. Чувствуется, да? Еще даже не налили воды. Но вот эта, правда, зимняя-то она уже готовая. Прямо отсюда ощущается аромат. Можно даже, наверное, миласу не доливать. Но все равно чуть-чуть нальем. Устроим шоколадное пиршество для леща. Так, и давайте кашу добавим сразу. Здесь, на этом водоеме, вроде, хорошо пшенка по лещу работает. Это сегодня проверим. Еще три часа назад сидела дома и работала. А уже замешиваю прикормку. И скоро первая кормушечка полетит в воду. Маркерный груз 60 грамм. Сейчас проверим дно. Наша цель найти ракушку. Так, предыдущую клипсу не сняли. Сейчас еще раз. По наживке у нас сегодня малиночка на подсадку. Такая красивая, ароматная опарыш и две баночки червя. Посмотрим, что предпочтет наша рыбка. Ну, начнем, я думаю, с парочки опарышев и малиночку подсадим. Так сказать, бутерброд в простонародье. И кормушка пуля 60 грамм. Забиваем и отправляем все в воду. Хотела показать еще снасть. Такой инлайн классический. Здесь поводок из фидергама. И длинный сделала поводок около метра. Маленький крючок 12 овнар. Поводок поставила 0,14. Потому что мы здесь были и 0,12 рвался. Там ракушка замаркерилась на ракушке. Здесь леща ловят преимущественно на ракушке. И он просто перерезает эти тонюсенькие поводки. Поэтому попробуем 0,14. Я сегодня еще с новым удилищем. Наутилус Zenon Feeder в длине 3,9. До этого у меня все время было 3,6. И катушечка помощнее. Тоже Наутилус Advent Pro Feeder. Пятитысячная. И новая плетеночка, конечно, намотана. Надеюсь, что полетит подальше. Попробуем. Попробуем. Прямо в точку. Ну что ж, ждем леща. Классно, да, улетела? Прямо в точку с первого заброса. С 3,6 я иногда косячила и кормила всю акваторию вокруг берега. Ну, хотя бы поводок на месте. Первый заброс, первый звон колокольчика. Я пока вторую удочку собирала. Уже что-то звянькнуло. Ладно, бросаем туда же. Похоже, точку правильно выбрала. Да. Или нет, фиг знает. Проспали поклевку. Крючка нет. Срезал. Жалко. Вот оно ловить на ракушке. Может 0,16 поставить? Как думаете? Ну, сейчас поэкспериментируем и посмотрим. Главное, что поклевки есть. Ну да, уже вторая. Второй заброс, вторая поклевка. Осталось только достать рыбу. А с ракушки, ой, как непросто. Начало темнеть. Надели фонари. Смотрим. За квивертипами. Уже было пару поклевок. Но рыбу пока не увидели. Есть? Ну да, что-то... Хорошая? Лещ? Ну, я не знаю, но сдавит вообще так нормально. Это я маркерилась. Ну, а кто еще мне рыбалку настраивает? Аж фрикцион звенит. Это 100% лещ. Ну, я не знаю, он не бьется? Может, плотва? Нет, нет, что-то тяжело идет. Видишь, у тебя большая катушка, у меня маленькая. Ну да, она долго. И прямо это самое. У меня что-то сидит. О, уже близко. Ну-ка, кто там? Вот такого карасика Андрей вытащил. Даже не знала, что тут караси-то есть. Ну, нет, знала, конечно. Но не думала, что они тут будут клевать на опарыша с мотылем. Классно? И вот такого красавчика-карасика первый открывает наш рыболовный сезон на этой точке. У Андрея снова была поклевка. Сигнализатор вам мигает. Там об траву, кажись, она сошла об траву. Ммм, жалко. Экспериментирую с поводками. Больше поклевок не было. Попробую обратно вернуть 0,14. Он, конечно, об ракушку рвался, перетирался, но на него хотя бы были поклевки. Попробую его обратно поставить. Посмотрим, что из этого выйдет. Появятся ли снова поклевки. Потому что сейчас стоит 0,16. И поклевок как-то нет. Андрей вот только одного карасика вытащил. Какого-то случайно попавшего. А у меня-то пока ничего. А тоже хочется сегодня поклевочку еще увидеть. Ребята, а вот и первый ночной лещик. Вернее, я бы сказала под лещик. Такой вот чуть больше ладони. Но классный. Отправляется в садок. Клюнул на опарыша с подсаженным мотыликом. Вон у него во рту. Красавчик. Сейчас была поклевка. Попыталась снять на видео. Но пока включала камеру. Она завела в траву. И слилась. Вот так вот. Потеряли рыбу. Ну ничего. Сейчас перевязываю крючок. И снова запускаем в ту же точку. Потихонечку. Лещик на точку встал. Там, кстати, была хорошая рыба. Очень жалко, что потеряли. Но ничего. Сейчас свое мы еще поймаем. Время. Первый час ночи. Достала второго. Я тут с фонариком. Не видно ничего. Темнотища. Этот уже побольше будет. Давайте сейчас попробую с рукой его сравнить. Да, смотрите, какой огромный. Этот уже претендент на леща. Отличный размер. Такой уже ближе к лещу. Наверное, полкило точно весит. Может, даже побольше. Хороший экземплярчик. Давайте отнесем его в садок. Тоже клюнул на мотыля с опарышем. Так. Все. В садочек этого красавчика относим. Так. Аккуратненько. Оп. Все. Второй. Даже третий. Там плюс еще что он там очухается, уйдет дальше. Да, очухается. Это уже второй лещик-подлещик. И там еще карасик у меня сидит. Я только что еще зацепила сама свою удочку. Вот это темнота, ни черта не видно. У меня стоят сигнализаторы. Ну, вроде они дают знать. Уже целых две поклевки засекла. два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну что ж, попробуем Не по уровню стоит плитка Первая утренняя рыба Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой вот красавец Это получается уже пятый А у Андрея пока один карась Потому что кто-то ночью спал А кто-то рыбачил Зато я встал раньше тебя Это да Ну сегодня утром что-то не клёвый как-то денёк Сейчас ещё эту удочку тоже перезабросим Потому что я её, похоже, зацепила Когда ту выматывала Ну и ту тоже забрасываем На нашу точку с ракушечкой И надеюсь У рыбки аппетит проснулся У нас тоже Там вообще-то оладушки на плите Первая партия Готова Чувствую, правда На такой маленькой сковородочке Жарить мы будем долго Потому что я тут целую кастрюльку теста Не мешала Но ничего Всё равно рыба не клюёт Так, ещё Маслица и выкладываем вторую партию сошел ну ладно сейчас перезабросим я знаю что он там есть на точке да сошел крючок на месте все на месте кроме рыбы а хорошо запищала значит он там все таки че-то дергал да и стянул опарышей мотыля стену он один опарик только болтается и все насаживаем блинчики еще надо перевернуть думаешь я справлюсь катя высоко подумай сошел тоже да сошел этот сразу сошел может кстати обрыв да тут крючка нет таких водорослей мы еще не видели это какие-то глубинные до крючка нет срезала будем перевязывать тут крючок наверное поводок весь потому что тоже перевязывали он вон какой коротенький она леща лучше подлиннее как показала практика фух ну и утро жаркое оладушки палатку только что собрали потому что ходят какие-то сомнительные тучки и кажется что вот-вот ливанет потом проходит 15 минут выходит солнышко в общем решили сложить чтобы потом это все мокрое быстро быстро не собирать вот такое активное утро вымотанные две удочки сейчас снова все заправляем и на точку отправляем и и и и и и все кто кушает всем приятного аппетита комары задолбали меня один уже в лоб поцеловал ну что ж попробуем лучший завтрак зачем девочкам хвост от комаров и 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 есть но сейчас проверим вы матовый сошел может тоже маленький как у меня ну сейчас посмотрим нет он вроде поверху идет что-то сидит давай вываживать сошел да вот прямо вот здесь вот он дернулся ну твоя вина поди оборвал а я сломала квивер тип на новой удочке кончик и полностью все перевязываю как штука называется не помнишь это свингер а я сломал свингер все сломали вот эта рыбалка так ладно я перевязываю и скорее забрасываю пока хотя бы начался клев и какая-то активность а то там сейчас мелкий окунь клюнет и на этого мелкого окуня сюда подойдет вот это будет шоу или щука давай 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 да нет фигня там что лезь лезь только не с это не спусти его сидит да да вам даже видно ура лезь ну или подлещ сейчас посмотрим кто там вытягивай его на берег отходи как он борется вот это размерчик ничего себе я такого ночи тоже ловила вот это лещара это тебе повезло что-то подлещик что-то . хорошая я вам рассказывал у кого . хорошая вот кто подобрал точку я подобрала точку а почему таких вещей ловлю не я непонятно мне тоже хочу таких вещей ну так мы с ним поборолись хорошо вот так засечено просто жесть вон аж в этот вон аж за подбородочек за нижнюю губу даже отлично засекся ну почему мне это не везет с такими вещами не понимаю не понимаю доставай 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 есть ребята у меня только один вопрос почему этот молодой человек отнимает у главной ведущей видеоблога сматываем удочки самые крутые поклевки и достает классных рыб посмотрите опять что-то тащит ух ты только не это не сойди отходи назад вытаскивай его на берег лещ там опять или подлещ класс весь из валял золотистый уже ближе к лещу что-то тяжелый у меня весы кстати есть мы потом можем самых крупных взвешивать ну положили еще есть нет нет хоть поклевка обрадовала только хорошо дернула так ладно пойдемте лещишку все-таки в садочек и забрасываем удочки но сегодня конечно с уловом хорошо хорошо идет я рада хоть они совсем мои рыбы но все равно рады классно синхронный заброс точно в клипсу молодцы ух ты такое мы сегодня еще не ловили я кстати увидела на квивертипе поклевку а пищалка не сработала она видимо схватила а оттащить у нее сил не было или можно было просто подождать когда она заглотит тогда бы точно потащила хорошая плотвичка до батончик встала на нашу точечку красота сама прыгнула а у нее был шанс уйти что попала конечно вон она уплыла в садочек везуха перезаброс выработали стратегию вот такая вкуснотища нравится лещу я достану я тебя признаю ладно признаю когда я быстро вымотал у меня сошла там что-то мелкое полота наверно не подлещики да? ага, хороший фрикцион конечно у тебя на удочке почему-то раскручен почему все время мне не понятно ну класс кто болтает по телефону второй рыбак забирает его рыб снимает его поклевки ну да может быть большой крючок сработал вон как ему засекло классный а я тем временем наблюдаю на мою удочку такие маленькие тычочки и все а прям чтобы списком такого нет ну и в целом я пришла к выводу что точку у Андрея мы выбрали более грамотно то есть там прям ракушечник ракушечник хорошая такая точка а здесь тут ил ракушка ил трава то есть ну такая точка та лучше и там собственно больше рыбы ночью там хотя нет ночью ну там было больше поклевок но в итоге у меня две рыбы было на том фидере две рыбы на этом фидере но на андрейной точке поклевок было больше а у меня вот как-то как-то не очень но все равно поклевывает но мы сейчас конечно уже менять ничего не будем надеюсь не втрум ты лучше бросила чем я да у меня хотя бы до клипсы долетело в отличие от некоторых у тебя просто у тебя просто катушка больше бланк больше ну это да ну это этим фидером с катушкой реально легче забрасывать проще попасть в клипсу дальше летит короче всем девочкам рекомендую 3,90 и пятитысячные катушки кайф ничего по фирму не сказала фирма науки нет 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 в конце лучше скажи своей впечатлению облана вы посмотрите это что такое есть? нет 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 я сейчас тоже туда буду бросать? да нет нет для одной кормушки только место делаем последний заброс и будем собираться рыбы достаточно отстрел я думаю на этом тогда все заканчиваем нашу рыбалочку как это как они там все плещутся сейчас вывалим на травку эту рыбную дискотеку там так тяжеленько вообще-то ну вот такой вот у нас итог рыбалочки вот самый большой пожалуй вот этот и наверное ну то ли это то ли вот этот вот этот наверное вот такие лещандры классные ну тут штук раз два три 4 5 6 7 штук 10 рыб и карасик карасика сразу отпускаем плотву тоже сразу отпускаем а лещиков сейчас выберем несколько накопчения и всех остальных тоже отпустим здесь вам понравилось отдыхать сегодня вместе с нами ездите на рыбалку ловите рыбу конечно отдыхайте на природе увидимся на канале в новом рыболовном ролике уже совсем скоро всем желаю замечательного дня и всем пока